Отсюда возникают задачи оптимального резервирования. Вот задачи, которые, их несколько задач, значит, оптимального резервирования. Но в основном используются, по крайней мере, для получения таких сравнительных результатов. Это задачи, прямая и обратная задачи оптимального резервирования. Есть еще и смешанные задачи. Вот, поскольку это очень важно, то в формулировке, по крайней мере, задач, то я сначала возьму и сформулирую задачи оптимального резервирования. Прямая задача, она формулируется вот таким образом. Определить необходимое количество резервных подсистем. Ну, естественно, для каждой группы ЛИТ, поэтому знак И. Которые бы обеспечивали заданный показатель надежности, ну, например, вероятность безотказной работы по требуемому. При, ну, допустим, вот так вот. При минимум СССР. При минимальных затратах. Значит, еще раз говорим о том, что необходимо, как формулировать задачи, при прямой задачи оптимального резервирования, определить необходимое количество резервных подсистем, обеспечивающие заданный показатель надежности, ну, например, вероятность безотказной работы, при минимальных затратах. Здесь затраты главные. Здесь затраты главные. Вот. Ну, и теперь дальше, поскольку я повторю еще раз, обратную задачу, когда мы будем рассматривать формулировку обратной задачи, она также начинается с того, что определить необходимое количество резервных подсистем, обеспечивающих, что обеспечивает, максимальный показатель ПССССР, максимальный показатель надежности, при ССССР меньше равно СССР допустимого. То есть задача формулируется еще раз повторяю так, как и Моррис. То же самое. Определить необходимое количество резервных подсистем, обеспечивающих максимальный показатель надежности системы резервированной, при затратах, не превышающих допустимые затраты. При... Вот. Это по существу вам предлагает заказчик. Вот определенная там сумма, но я одной буквой обозначил затраты обобщенные. Это может быть и деньги, конечно. Вот. И говорят, что вы спроектируете эту систему при этом с максимальной надежностью. Ну, с условием, чтобы затраты не превысили вот эти допустимые затраты. Возникает вопрос, а с чего бы это, а существует ли, вообще говоря, вот этот... За счет чего достигается это потребуемо при минимальных затратах? Или вот здесь вот. Что? Надо же доказать, что вы спроектировали систему в соответствии вот с условиями прямой или обратной задачи. Вот. Заранее скажу, возникает вопрос, ведь кратность резервирования, поскольку известно у ИТ и ЦИТ каждого элемента, известно N элементов в системе. Это известно. Но жесткой связи между параметрами надежности и стоимости чаще всего не существует. Поэтому и получаются различные варианты построения резервированной системы, когда какой-то элемент резервируется одной кратностью, допустим, повышенной кратности. Почему? Потому что его затраты относительно невелики. И поэтому его можно резервировать с повышенной долей кратности. В то время как элементы с большой, ну, еще раз подчеркиваю, хотя стоимость это входит, конечно, но не без стоимости габарита массы по СГМ. Значит, но затраты там велики на элемент, поэтому там ограничены возможности резервирования. Поэтому и существует некоторая система с различной резервированием, с различной кратностью элементов резервирования, которая обеспечит заданный показатель надежности потребуемой, а затраты при этом будут минимальны. Вот это прямая задача. И начнем рассмотрение именно для прямой этой задачи решения, прямой задачи оптимального резервирования. Вот давайте, ну, заранее, значит, как решаются такие задачи. Ну, вы уже знаете из курса высшей математики. Вот о том, что различные есть методы решения таких задач, методы решения дифференциальных уравнений различных, метод, допустим, неопределенных множеств Лагранжа, градиентные различные методы нахождения экстремальных значений функции. Вот для решения задачи нужно составить целевую функцию, которую какими-то методами исследования, вот, находить там экстремальное, то есть минимальное или максимальное значение при этом. Вот, значит, суть решения этой задачи. Значит, нужно составить, в первую очередь, целевую функцию. Вот, считая, что мы используем вот эту схему для решения прямой задачи, давайте займемся, вот, для решения прямой задачи введем, вот, параметр АИТ. Такой, такой, чтобы выразить П-группу ИТ через П-требуемое. П-требуемое, оно известно, АИТ. Отсюда получаем, что П-требуемое будет равно П-группу ИТ в степени единицы на АИТ. Вот. Ну, отсюда, вообще говоря, кажется, что можно сразу же найти и ЭЛИТ. Действительно, поскольку можно говорить, что П-группу ИТ есть единица минус ПУ ИТ в степени ЭЛИТ, и равно П-требуемое в степени АИТ, то отсюда можно найти выражение для ЭЛИТ. Ну, я здесь логарифм, например, напишу натуральный. Вот. Я обычно обозначаю это выражение для ЭЛИТ. Три, хотя не написал, один и два. В чем дело? Ну, во-первых, только кажется, что мы уже задачу решили. Потому что, действительно, КУИТ известно, П-требуемое известно, да, нашли ЭЛИТ. Но суть-то состоит в том, что мы упустили, что ЭЛИТ выражается через введенный нами, но неопределенный еще по значению коэффициент АИТ. Поэтому это только кажемость, что решение задачи мы нашли. Вот. Теперь дальше. Поскольку нужно найти целевую функцию, то можем написать. Отсюда, если бы это выражение подставить, ЭЛИТ, то получим вот такое выражение. СИТ. Ну, а дальше в логарифм вот это выражение. Я сейчас сотру это, оно уже нам будет не нужно. на логарифм КУИТ. Вот это будет, действительно, целевая функция. Вот наш выражение для целевой функции. Вот ее-то как раз и нужно минимизировать. Но мы не должны забывать, что здесь, сюда входит, вот этот неопределенный коэффициент АИТ. его нужно определить из каких-то дополнительных условий. Для этого эти условия оказывается легко получить. ПСИТ равняется П требуемое, равно произведение от И равной единице до НП группа ИТ, так, или будет равно сумма от И равной единице до НП, требуемая в степени АИТ, или равняется П требуемое на сумму АИТ, от И равной единице до Н. А теперь давайте обратим внимание. Это тождественное преобразование. Здесь ничего такого, чтобы требовало пояснений, не нужно. Значит, отсюда сразу же вытекает некоторое уравнение, которое уравнение связи. И вот это уравнение 2. Значит, таким образом, это условия уравнения связи, или уравнение ограничений, накладываемые на переменные, в виде равенства, которые говорят, что ЛИТ, если менять, то будут меняться вот эти АИТ, но так, что их сумма равна единице. Вот. Вот поиски целевой функции, минимума целевой функции, могут быть осуществляться, как я уже говорил, разными методами. Разными методами. Я вам говорил, например, метод неопределенной множества Лагранжа. Методом неопределенной множества Лагранжа. Вам, по-видимому, рассказывали. Ну, если забыли, ничего страшного, я напомню. Просто и все. Вот это выражение, конечно, нужно оставить. Пусть не он. Пока. Ну, а это выражение суммы АИТ равной единице. Значит, условия ограничений или уравнения связи, которые накладываются на переменные. Так вот, если у нас есть функция f от x1, метод неопределенных множеств Лагранжа, например, в чем заключается? И вот мы хотим найти экстремальное значение этой функции, то составляется вспомогательная функция f1. ну и вот функция, я уже здесь взял и давайте я в общем случае сначала f от x, f0 от x1, там, x2, xn, вот так. Это общее выражение. И составляется вспомогательная функция или функция Лагранжа, где вот этот коэффициент, неопределенный хи, как раз неопределенный множитель. Значит, а дальше решается система. вот, система уравнений с учетом, вот, функции ограничения. Допустим, у нас это функция ограничения в виде равенства. Ну, как там-то у нас. Вот решается такая система. Вы же знаете, мы понимаем, что нужно взять первую производную, приравнять к нулю. Только это вспомогательная вот этой функции. с учетом, вот, на переменные, которые, вот, ограниченные функции. Вот. Ну, а теперь для нашего случая возьмем и сделаем эту операцию. Для нашего конкретного случая. Значит, f1, у нас вот целевая функция, исследуем. Значит, мы ее пишем. c и t, наш логарифм, единица минус p, требуемая в степени аинт, деленная на логарифм куи, от i, равная единице до n, да, плюс i. Ну, а вот теперь для нашего случая сумма аинтых. Вот. Вот. Это для нашего случая. Как используется метод неопределенных множеств логранж. У нас функция ограничения в виде равенства задана в виде равенства или уравнения 2. Ну, а дальше, вот, решаем эту систему. Ну, если бы вы были на первом, там, курсе, то, значит, надо было подробнее все это рассмотреть. А, давайте сделаем так. df1 по d, a, и t, приравняем 0. Отсюда получаем вот какую функцию. Я напишу для того, чтобы не переписывать много. Вот таким образом. А здесь в си от п требуемые. Требуем и в степень, и аиды. Вот, не переписывая. Вот это я оставил, а дальше обозначил некоторые функции в си, чтобы там много писать, чтобы не было. Вот. Ну, знак, давайте сигму поставим, от p, равной единице, до r. Да? А дальше нужно взять производную по аиды. Взять производную по аиды. Но мы сделаем это следующее. Поскольку p требуемое, для высоконадежных систем стремится к единице, то определим предел си от p требуемое, а и т при p требуемое, стремящийся к единице. Я-то знаю, что, конечно, можно что-то более веселое заниматься, но вот этот предел, конечно, аккуратно нужно взять, потому что он не просто так берется, там, но учили взять. Вот, оказывается, этот предел равен единице на аиды. Очень простое выражение. Вот, не останавливаясь на том, как там взять полопедали, вот, получим такое выражение. И тогда решение получим вот в таком виде системой. Вот, получили такое выражение. Вот. Из этого выражения можно определить неопределенный множитель лагранжекхи. Ну, а дальше мы увидим, что нетрудно получить выражение для кратности резервирования.